В воскресный день кто-то отправился на дачу, кто-то на природу на шашлыки, а кто-то в Парамоново, где проходит отбор кандидатов в сборную России по бабслею. Именно в этом тестировании решили принять участие и мы, съемочная бригада НТВ+. Зарегистрироваться на мероприятие мог любой желающий, вне зависимости от пола и возраста. Для этого нужно было не забыть свой паспорт и, что не было важно, рост, вес и год рождения. В остальном все просто. Минимум бумажной волокиты, короткий инструктаж и короткий путь в раздевалку, чтобы подготовить себя к дистанциям 30 и 50 метров с места и 30 метров с ходу. Ну вот мы и переоделись. Осталось дождаться начала соревнования, пока посмотрим на наших будущих соперников. Среди участников много достойных атлетов, с которыми помериться силушкой богатырской точно не стоит. Прокачанное тело, натренированные ноги и руки, отличная растяжка и взрывная скорость. Осознав свое положение, хотелось остаться в стороне и просто понаблюдать за всем происходящим. Но отступать было уже поздно. Честно говоря, ожидал, что это будет гораздо проще. Казалось бы, дистанция совершенно небольшая, но силы и энергии уходят, тем более эмоционально. Хочется куда-то завернуться, отдохнуть и спрятаться ото всех. Спрятаться ото всех действительно сложно, но некоторым это удалось сполна. Хотя это был неправильный выбор, так как за тестами собственной персоной наблюдал главный тренер России по бобслею, который внимательно следил за всеми кандидатами. Очень важно отобрать молодых атлетов, юношей и девушек, для бобслея и скелетона. И этот тест – хороший способ сделать это. Здесь около сотни спортсменов, и мы пытаемся найти 10-15 парней и 6-7 девушек для бобслея. И эти тесты должны нам помочь. Мы каждый год делаем подобные отборы и готовим лучших для соревнований, чтобы те выступали за национальную команду. Скорость этих ребят можно позавидовать. Шансы пройти следующий раунд у меня слишком малы. Некоторые бежали фантастически быстро, опередив меня на столь короткой дистанции 30 метров аж на секунду. А ну и правильно, в бобслее и скелетоне выступают настоящие богатыри. Лучшие по итогам первых трех этапов выходят в следующий раунд. Толгание телеги весом 106 килограммов. Мы свое соревнование завершили, а поэтому остается разве что тренироваться в собственные удовольствия. После беговых дисциплин и толкания тележки атлетов ждал прыжок в длину. Сущий пустяк для тех, кто прошел предварительный отбор. Остальным же оставалось уповать на судьбу. Уже в ближайшие дни станет известно, кто попал в сборную России, а кто нет. Ну а некоторым не обязательно ждать объявления результатов. Все и так очевидно. Помечтали стать великими бобслеистами Илья Козлов, Игорь Ступак, Александр Александрюк, НТВ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...